Порой так получается, что в центре города запрятана изюминка, но мы ее не видим, потому что в целях оптимизации производства и сокращения затрат, а за одной цены выбирается место без выезда на главные улицы. И для этого есть умелые ручки, которые при помощи телевидения объяснят местоположение в нашем случае сервиса, где вы за недорого сможете поменять свое стекло. И вот доезжая сюда со вторым концентральной городской ярмарки, до которого, кстати, реально-то 100 метров всего, начинаешь понимать, что наконец-таки в город Магнитогорск приехали цены больших городов. Нам было очень приятно в свое время в набережных Челнах отремонтировать печку за 80 рублей. Не делайте таких круглых глаз. В свое время так оно и было. И так оно и есть. Дело в том, что Магнитогорск очень дорогой город. И люди пользуются этим, потому что магнитка расположена за 300 километров от Челябинска, от Уфы и от Оренбурга. Ну, до Оренбурга чуть подольше. Так вот, сегодня и сейчас челябинские цены на установку автомобильного стекла, то есть минус 200, 300, 400, а может быть 500 рублей, здесь реализованы. Кстати, насколько это серьезно? Очень серьезно и по-взрослому. Просто раньше автостоповский грузовик пряники рассыпал у постоянных клиентов. Сейчас, поняв, что постоянными бывают только чудаки, мы решили помочь всем. В данном случае Магнитогорскому подразделению Борского автостекла, потому как стекла бились, бьются и будут биться. А замена его не должна стоить ни больших денег, да и про сроки говорить тоже не приходится, потому как все есть на складе. Так часто получается, что наши челябинские товарищи приезжают в город Магнитогорск, открывают дилерские центры, вот, и на этом все заканчивается. Вы приехали сейчас город Магнитогорск завоевывать, точнее, не сейчас, 4 года назад, но Боравтостекло в Челябинске сколько существует? Боравтостекло 20 лет уже существует в городе Челябинске, является дилером основных наших заводов, которые выпускают автомобильные стекла, и является уральским центром региональным по и поставке автомобильных стекол, и по торговле ими, дистрибуции. И в том числе, является достаточно много установочных центров есть, где эти стекла и устанавливаются конечному потребителю. То есть, раз вы крупнейший, вы можете диктовать цены, то есть, опускать цены. Сейчас так человеку приятно, когда он может сэкономить 100, 200, там, может быть, 400 рублей? Да, это нужно всегда иметь в виду, что баланс интересов между потребителем и производителем, он на стыке с цен, как правило, концентрированное выражение, и находится. То есть, наша задача за счет масштаба объемов поставки, достаточно снизить цены значимо для потребителя, но не в ущерб и нам. То есть, чем больше автомобилей приедет сюда, тем ниже и доступнее будут цены. И это правильный выбор в пользу китайской модели экономики, которая вывела нашего младшего брата на позиции ближайшего преследователя США. Думается, в скором времени Китай-то будет первым. Ну, а задача привезти сюда вас, магнитогорские автолюбители, это задача автостопа. И теперь вы видите, кто может сделать все виды работ с автомобильным стеклом на любые машины, и грузовики, и автобусы. И очень скоро сюда не зарастет народная тропа, потому что в очередной раз автостоп начал раскручивать теперь уже Челябинское подразделение Боржского автомобильного стекла. Филиал которого располагается здесь, в Магнитогорске, на улице Ленина, 93, а заехать сюда с Ленина не получится. Надо будет с Марджани доехать до авторынка центральной городской ярмарки и повернуть в сторону. Ну, он здесь рядышком, голубенький такой. Ну, и тут вот слева его объехав, приедете сюда, поставите автомобильное стекло и пройдете спокойно технический осмотр. Потому что пройти техосмотр с разбитым лобовым стеклом не получится. Ну, это не такое дорогое удовольствие, потому что есть варианты установки стекла вместе со стеклом за 3,5 тысячи рублей на Ford Focus, например. Удивили цены у вас, да? Ну, так приедете сюда, посмотрите и реально сэкономите. И чтобы было понятно, то с проспекта Ленина сюда заехать не получится. Это проще сделать с Марджани. То есть просто доехав до центральной городской ярмарки, доехать до ее автомобильного подразделения. И здесь повернуть направо, если вы едете от Грязного, либо налево, если спускаетесь с Ленина. Обогнуть ФОК Ринг Магнитки слева и приехать за самым доступным автомобильным стеклом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!